Мы, матери города Астаны, обращаемся к Акиму города. Вы же все-таки наш первый руководитель столицы. Мы просим, чтобы вы, подождите сюда, встретились с нашими мамочками и ответили на наши вопросы. Потому что министерств и ведомств много, а распределением жилья занимаются именно местные исполнительные органы. Мы собрались здесь, потому что на сегодняшний день назрела такая ситуация, что с февраля месяца прошло уже практически 5-6 месяцев. Наши проблемы не решаются. Нам нужно, чтобы нам выдали жилье всем матерям, всем нашим детям. У нас здесь три категории. Есть категории многодетных, есть категории неполные семьи, есть категории дети, где воспитываются дети инвалидов. На сегодняшний день ситуация складывается такая, что многодетных матерей выделили в отдельную очередь. И вот сейчас будет распределение жилья, именно 150 квартир будут выделяться только многодетным. А мнение всех мамочек нашего города, мнение такое, что нужно каждому ребенку дать по одному яблоку. Почему вы одному ребенку даете три яблока, а два других ребенка остаются ни с чем? Мы предлагаем, уважаемый Аким, столице, пожалуйста, примите решение. Примите решение такое, которое было бы справедливое и честное. Пусть эти 150 квартир, квартир без права выкупа, разделят пропорционально. 50 для многодетных, 50 для неполных семей, 50 для семей, где воспитываются дети инвалиды. Потому что на сегодняшний день многодетные получат 150, а неполные семьи. Вот, допустим, здесь есть мамочки, есть Фируза, есть еще другие матери, у которых она неполная, она мать-одиночка. У Фирузы семеро детей. Она тоже многодетная, потому что многодетные считаются четыре и выше. Теперь, получается, она остается по категории как неполная, но имея семеро детей, она не может получить жилье. Или у нас есть Жанара, она вообще три в одном. Она и мать-одиночка, у нее пятеро детей, она тоже многодетная. И, кроме того, один из пятерых детей у нее инвалид. По вине врачей, после полученной прививки у нее ребенок стал болеть аутизмом. Он страдает аутизмом. И поэтому, получается, Жанара у нас и мать-одиночка, она и многодетная, и она мама, которая воспитывает ребенка-инвалидов. И она тоже осталась за бортом, понимаете? 150 получают многодетные, а неполные семьи, которые одновременно являются многодетными. И матери, которые воспитывают детей инвалидов, они тоже остаются. Теперь, смотрите, в сентябре месяце опять обещают 600 с лишним квартир. Опять только для многодетных. Мы просим, чтобы была справедливость социальная. Дайте пропорционально каждой категории матерей, это жилье, любое выделяемое жилье. И дайте, пожалуйста, с момента первоначальной подачи заявления. Вот это мы считаем, что будет честно и справедливо. И, пожалуйста, сделайте это так, чтобы было прозрачно, чтобы каждая мама могла зайти на сайт, в интернет и убедилась, что да, вот эта мама получает, потому что она стоит с 2008 года, и вот эта стоит с 2009. А те, которые стоят с 14-15, им придется еще ждать. Понимаете? Поэтому у нас огромная к вам просьба, пожалуйста, если бы вы сейчас к нам сюда подошли и с нами встретились, пусть вы человек новый, но тем не менее, коль вы взяли правды правления города Астаны в свои руки, давайте будем вместе с вами решать наши общие проблемы. Мы надеемся только на вашу помощь, потому что именно распределением жилья занимаются только местные исполнительные органы. А на сегодняшний день местными исполнительными органами являетесь именно вы, новый Аким Города. Мы вас еще не видели, не знаем, хотели бы вас увидеть и услышать прямо здесь и прямо сейчас. В данный момент мы находимся возле 6-го подъезда Министерства труда и социальной защиты. У нас матерей много, здесь собрались какая-то 10-я или 20-я доля тех мамочек. Поэтому мы просим, уважаемый Аким Города, давайте поближе будьте к народу, пожалуйста, придите к нам, мы хотим вас увидеть и услышать. И с вами просто сесть за стол переговоров и все свои проблемы изложить и услышать от вас конкретные ответы, конкретные сроки. Потому что, смотрите, сегодня уже середина лета, впереди зима. Мы, матери, мы не согласны с тем, чтобы наши дети опять замерзали, чтобы опять повторилась трагедия как тало, мы этого не можем допустить. Каждая мать несет ответственность за своего ребенка, именно поэтому мы здесь. Но мы хотим быть вместе с вами, уважаемый Аким. Женщины устали ждать, ждут тут уже полтора часа. На встречу, кроме Светланы Кабакенны, вице-министра, не вышел ни один чиновник, как всегда, в принципе. Поэтому женщины сейчас готовы направиться в сторону Ахурды. Но мы просим нашего уважаемого Акима приехать сюда, разобраться в этой всей ситуации, так как наше правительство не решает вопросы с квартирами. Это решается на уровне Акимата. Многие женщины возмущены распределением очереди. На казахском, вот скажите, прямой эфир, пусть Аким, чтобы Аким услышал. Акимата. 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 Это бабушка с Алматы, да? А вы? А у нас тут многодетные мамы. Ага. 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 Женщины вот направляются в сторону Ахурды. Никто не хочет слушать сотрудников министерств, потому что они понимают, что это бесполезно. Сотрудники министерств ничего не решат. Вчера мы ходили по этому поводу к нашему новому заму Акиму, мы думали он с утра подъедет здесь, будет с нами. Сотрудники Акимата ходят, но вопросы сегодняшней поставленной темы не в компетенции простого отдела Акимата. Иди как всегда идут наши сотрудники, сопровождающие, прокуратура, ДВД, МВД. Я не вижу смысла идти на Ахурду, если правительство не может решить, там никакие наши проблемы должны решать Акимат, а не Ахурда. Ну вот идем, смысла нет, у женщины же неконтролируемые уже идут, просто хотят получить конкретного ответа. Ну нету ни одного. Я не вижу смысла идти туда, но раз люди идут, мы должны же быть там. Что там сейчас произойдет? Да надо было все-таки Светлана Кабутина. Вот опять иду и снимаю, завтра опять про меня выпустят, наверное, новые посты о том, какой я олигарх, о том, какая я бессовестная женщина Казахстана. Как всегда подогнали уже автобус. ЛРТ у нас работает лучше всех. Самая лучшая организация, которая работает, это ЛРТ. Хотелось бы отметить, что даже приходя на вот эти все собрания, требования многодетных матерей, жилье я себе никогда не требовала. Я выходила изначально сюда только с требованием по поводу своего ребенка-инвалида. Это мы требовали, многодетные мамочки. Мы, мы, мы требовали, многодетные мамочки. Я считаю, что вас сюда сейчас, наверное, не пропустят. Да, нас в сумме. Наверное, где они? Вот, а? А? Что там? Все, обучи. Что, денежном отменили, да, тряпками, да, будем? По поводу все обучи сказали, что новую группу создадут. Там никто не идет. Ну, что там стоит, сейчас все вернутся же назад. Пусть стоят. По поводу все обучи, а будет новая рабочая группа. Нас и в министерстве, и Жангозин решили пойти на конструктив. Нет? Нет, я захожу все обучи там под... Нет, это одна группа. Мы уже создали другую группу, поэтому они переединили. Не просто объединили. Я не понимаю. Включаете, вижу, отменили. Вот такие вот люди снимают меня, потом про меня всякие посты пишут. У нас таких камбэшников. Вот этот в клетчатой рубашке. На отдел внутренней политики. Самый, самый человек, наверное, который больше всех выходит на площадь, уже устал. Отпуск надо ему. Вот этот парень тоже фотографирует. Сотрудник национальной... Сотрудник комитета национальной безопасности. Симпатичный такой парень. Ну, как мы и ожидали, что никого не пропустят. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Женщины проклинают наших сотрудников полиции. У нас сегодня программа не всеобучий. Женщины просто вышли требовать жилье. Женщины просто вышли. Смешно, да? Смешно, наверное. Смотрите, какие. На 50 человек, на 50 человек, на 50, даже на 20 женщин приехало большое количество гомонов. Баспана! 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 Убрать свой баспан! Убрать свой баспан! Убрать свой баспан! Пуздар! Аким решает по жалею. Пусть сюда Аким приедет и вам уже с бумагами скажет. Баспана! Баспана! СпортсверТ Сотограф가는? Сотографирую? Я даже не знаю Женщины, хотя и в отчаянии, пытаются быть все равно навеселе. Все прямо на подбор стоят, мальчики. Действительно, уже и смех, и смех. Макем Бахтиар решает, конечно, решить эту проблему, обещает решить, но он не может пойти против закона. А в законе у нас четко все прописано, и конкретно уже у нас есть всего 150 квартир. Я сегодня уже думала, что бы взять. Ну да, умирать. Просто я считаю, что наш Аким пришел уже в то время, когда уже обстановка была накалена, и поэтому сейчас придется ему выгребать это все. Сейчас женщины сидят, ждут, мне кажется, он должен подъехать. Наша знаменитая журналистка. Единственный, единственный преданный народу канал Азатак. Если бы не Азатак, мы вообще были бы наши глаза закрыты. А больше никак нельзя пройти? Здесь больше никак нельзя пройти? Если туда пройдет двое-трое, то все топы же заметны. У вас прямой фирс? Прямой фирс? Я вас не снимаю пока. Едет. Появился у нас сейчас зам Акима приехал, Амрин, Аскар. Женщины уважают этого человека, потому что он неоднократно помогал действительно многодетным матерям. Здравствуйте. Здравствуйте. Все вас ждут, знают, что вы поможете, все вас любят. Нет, мы говорим, давайте в Акимат пойдем решим. Нет, не в Акимат. Вот здесь специально, здесь специальное место. Я говорю, пусть лучше Акимат пойдет, а они говорят на Тукаев. Мы им объясняем, что Тукаев не решает. Мы сегодня ночевать будем. Скажите, по какому-нибудь вопросу? Я лично не прочитываю. Девочки, личные проблемы не решайте. Это общее. Я про детей инвалидов говорю, что в отдельную очередь вывели. Что это личные проблемы? Пойдемте, он говорит, пойдемте зайдем. Это Светлана Кобыхеновна вызвала Сауле Ордобаевну. Аркеты! Не хотят, послушайте! Давайте пойдем туда. Приедут все. Они ничего не решат. Вы же понимаете. На ютуб. Да, приедет. Акимат приедет. Акимат приедет. Акимат приедет. Пошли сюда. Подождите. Подождите! Что вы предложите? Что вы предложите? Пойдем! Нет, вы же не знаете. Шарфик прошел. Ана, ну что вы можете предложить? Нет. Аркеста. Она такая же понимает, что кроме Акима не решит там никто это. приедет это финансовый зам, да, они решают же все ну вы не выходили, я вас первый раз вижу еди, дай ким, еди, пускай еди, пускай еди Дина не надо приедет бери, я думаю, олар хаскиси беременную, бар в отрасли? беременную, она тебе бар в отрасли зачем тебе вообще это надо, беременную мастер 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 gay Вашу проблему, Дина, не решили еще? Вам обещали жилье, так и не дали, да? Воспана! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дини обещал, Акима обещал, зам Акима обещал, так и не дали Не обещали временное жилье, так и не дали Они же сюда вышли до 3-го, 4-го этажа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А ей обещали? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Нету, Жемья, скажите нету, и все, скажите что-нибудь, ничего давать. Зачем обманывать народ? Говорите, нету жилья, мы ничего вам не дадим, идите снимайте дальше свои времянки. Подвалы, времянки, сараи ваши, побеленные. Вы не заработали, вам выдают, всем военным выдают. Да, конечно, конечно, бедные несчастные. А работаете как будто вам миллионы. Добро пожаловать на канал. Решат, ага. А вы не разрядны то, что у вас заработали? Зато они как стена отцов, да? Да, и вот их там уже вообще где-то толканье. Хотя бы так. Что интересно будет делать? Жалко пласта нас. Нет. Мы не успеем. Мы сняли. Мы сняли. Да. Мы сняли. Мы сняли. Остань. 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 Халоп! 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 Министерство Хабаровск. Интернет. Жас Бирен. Убит. Такие износы. Это проблема с номером 8. Ага, что здесь? Солжен. 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 А это... А это... Мехот. Мехот. Хайлачур, он иначе. Мену, она снимает. Ай! Где пригожди, он? Мену, разуме. Где так, что ищут, что или... Где до маяна? Я не за себя только говорю, я за всех мам Казахстана говорю. Я за всех мам Казахстан не могу тебе уйти. Я за всех мам Казахстан. Я за всех мам Казахстан. У нас в Алматы 140 человек собрались к нашему Акиму, к Сагентаеву, города Алматы. Но почему-то их не принимают. Вот там за 470 миллионов делают в Алмате. Ну это Алматы и Алматинский бюджет, девочки. Ты что? Ты же Казахстан? Ты же государство одно. В Алмате что? В Алмате женщинам тоже, да? В Алмате тоже женщины требуют сегодня встречи с Сагентаевым. Сагентаев сбежал от нас. Сагентаев сбежал. Слово мужика говорил. Я слово мужик говорил. Сагентаев там. Ты что делал? Убежал. Нас на путь. Не доделал свои дела. В общем, никто не собирается отсюда уходить, так как Аким, со слов этих замов, отказался сюда ехать. Женщины понимают, что это все бесполезно. Сейчас попозже, когда что-то будет уже ясно, я опять выйду в прямой эфир. Женщины не запустили в Дом министерства. Женщины не стали пропускать Дом министерства, они решили выйти на крылечко и кричать баспана. Зриханули? Дом министерства. Усех парадов, полковник, кет парадов. Сейчас за бутылку. Идет. Паспанда! 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 Мостик! Паспанда! Паспанда! Хор. Хор Батинского. Это вы для кого снимаете? Как протокол? Протокол заседания Прямой эфир из зимы И что, мы здесь будем сидеть? Зал, зал, проходите Зал, проходите сейчас Девочки, видишь, тебя сегодня вернутся Чи-чи-чи-бермишенок, держишь? Как всегда, голодные, блядь Ой, сегодня тут хорошо так Ты прямо здесь, понимаешь? Сигили, мама близок Зал, где notation Кристота Зал, давай тишина Не кричай, давай Доктор, разовых ночев У нас коммерцев Канчуст Там На Простокол заседания А что ты делаешь? Что там? Дивер, дивер. Димина, вы куда-то идете? Ваши, какие у вас требования, что вы хотите? Что там есть? А вы получаете АСП? Да, но до сих пор не поступили. сколько времени а вы готовы взять квартиру в кредит квартиру в кредит кредит нет кредит много кредит 4500 деньгий адам басына в злаховым болса сонда а в основном я вам и я знаю желаю большими словами в северном межреблеве миллионер динтилина от меня нет миллионда беженок финалово бюджет дам бурмейка аллайдер этот агент спасибо за то что мы на вере то что на фото тюжер науке это богатый по 200 тыс. бы б кровь износа собирали бы, давно уже его скупили, хотите унижаться, нам что, прикалывать, что ли, ходить унижаться, что ли? Я много дед, у меня ещё ребёнок инвалид. Я малоимущая. Я малоимущая. Ну, не знаю, либо разводиться надо, либо ещё одного родить надо. Я что должна разводиться, это балату, или, я не знаю, инвалид, или Сунай Волгу. Обязательно должно быть Сунай Волгу. Это что за маразм такой, наконец-то? Все ждут теперь встречи с Акимом, а тут решили с каждым отдельно. ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...